друзья всем привет сегодня будет продолжение отделки дома с внешней стороны я сегодня завершу фасад и вы увидите как в итоге будет выглядеть наш дом ну что ж выпуск начинается погнали друзья хочу напомнить вот уже несколько выходных мы занимаемся внешней отделкой нашего сип дома большую часть фасада мы покрасили резиновой краской цвет рал 7024 ну а область фасада на террасе я решил сделать готовый оригинальный и бюджетный вариант фасада он состоит из обрезной нестроганной доски и на данный момент он выглядит именно вот так первый слой фасада состоит из доски 150 миллиметров которую мы уже покрасили второй слой досок идет шириной 100 миллиметров я их уже прибил но пока не перекрашивал так как доска была немного влажная ну а в эти выходные я занимался наличниками они тоже сделаны из сотой доски после того как я закончил оформлять окна мне нужно было закрыть щель которая образовалась после вен зазора и и и закрыл опять же сотой доской ну что ж а пока сохла доска я принялся за декорирование основного фасада рейками для этого мне необходимо было их ровно обрезать и покрасить и и и и Продолжение следует... Данными рейками я решил попробовать закрыть основные стыки сип панелей. Визуально получается некий стиль фахверк. Ну а с практической точки зрения, этими рейками закроются стыки сип панелей. И дополнительная влага в виде осадков, дождя и снега не будет попадать на кромку ОСП плит. Большой минус состоял в том, что я не рассчитал количество рейк на весь дом. Поэтому решил сэкспериментировать и посмотреть визуально, как это будет смотреться на одной из сторон дома. А если быть точнее, я выбрал сторону с окном. Это окно нашей спальни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а вот так дом стал выглядеть после декора. Получилось, на мой взгляд, очень симпатично. Субтитры создал DimaTorzok День подходил к концу и мы стали ужинать. На ужин у нас были ароматные кабачки на углях и не менее аппетитные свиные ребра. Субтитры создал DimaTorzok На следующее утро после вкуснейшего завтрака я принялся за дальнейшее оформление фасада. Здесь я допустил небольшую ошибку. Изначально я думал, что наличники покрою специальным белым маслом для древесины. Но мне не понравилось, как оно смотрится на нестроганной доске. Поэтому я съездил в строительный магазин и купил фасадную краску белоснежного цвета. И вот уже ей стал покрывать все наличники. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну и собственно вот так они стали выглядеть после покраски в один слой. Как же я все-таки люблю сочетание графитового цвета с белым. Между основным делом я также занимался газоном. Запустил я его и пришлось мне его постричь. Ну что ж, и вот наступила практически финальная работа. Нужно было покрасить доски второго слоя. Признаюсь честно, это было делать гораздо сложнее, чем первый слой и даже наличники. По-хорошему, конечно же, надо было их красить до монтажа. Но у меня не было другого выбора, так как доска была влажная. И я хотел, чтобы она побыстрее высохла. Поэтому гораздо медленнее, но планомерно мы красили оставшиеся доски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот, наконец-то, финишный штрих. Остается только прикрыть вензазор. Я решил заранее подготовить доску, покрасив ее до монтажа. Ну а после того, как она высохла, я ее уже прибил на место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, а теперь можно насладиться своим результатом. Фасад, конечно же, до конца не завершен. Есть еще косметические штрихи. Ну а также в этом сезоне у меня не дойдут уже руки до отделки свесов кровли террасы. Этим я уже займусь на следующий сезон. Ну а в вечернее время фасад по-своему прекрасен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом, друзья, я с вами попрощаюсь. Спасибо большое за просмотр. Огромная работа завершена. Я подгадал в хорошую погоду и завершил как раз фасад в то самое время. Единственное, у меня осталось еще не хватило краски. И надо будет стыки сзади и с другой стороны сделать рейками. Но это уже мелочь. Об этом уже, я думаю, не стоит снимать видео. Все. В целом, фасад готов. Спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Встретимся на даче. Субтитры сделал DimaTorzok